Я хочу сказать, что именно работа пуштехники в направлениях аспирации, в направлении линейных тепловых извещателей, мы как эксперты, как специалисты этим занимались даже до создания пуштехники. Мы были теми первыми, скажем так, экспертами, которые эту технологию принесли в этот рынок. Мы начинали с очень много лет назад, практически 30 лет назад, и опыт был огромный. Поэтому там, где есть какие-то решения, где мы точно понимаем, что там нужна аспирация, мы предлагаем аспирацию. Там, где это решение лучше и эффективнее будет на термокабеле, дальше мы опять же рассматриваем, на каком. Это будет или оптика, или это будет термокабель с подтверждением температуры. По факту из-за многочисленных различных объектов, которых мы или просто проектировали, или проектировали, поставляли, или проектировали, поставляли и монтировали, мы всегда вам окажем помощь, и поверьте, все случаи, когда мы предлагаем, мы всегда рассматриваем и экономическую целесообразность. Вот пример Никиты о строящемся реконструкции стадиона, когда к нам обратились, мы предложили, они просили у нас просто обычный термокабель, но мы им предложили сравнить, мы можем и так, и так. И проектировщики сразу поняли, конечно, более современное решение и дешевле на 30%. Но вот такой нюанс, который вы должны всегда знать, пуштехника это многогранник, у нас есть и проектирование, и конструирование, и производство, производство, и инжиниринг, и в виде интегратора, который готов все сделать под ключ, и в виде просто консультации, как техническая поддержка, если вам это необходимо. Передаю слово нашему коммерческому директору Геннадию Бахмутский, у него тоже очень интересная тема, как раз развеющая тоже разные сложные вопросы. Добрый день, коллеги. Говорить мы с вами будем опять о подвесных модулях. Ставить или нет. Так, чуть-чуть в историю окунемся. Если помните, эти изделия появились лет 15 назад. Известный украинский производитель их вывел на российский рынок через свою дочернюю компанию. Сначала никто из производителей российских серьезных не воспринимал и не пытался их повторять. Да, но сначала как автономные устройства они зажили своей жизнью, а потом потихонечку те компании, которым больше как-то надо было жевать, начали осваивать тоже их выпуск, и рынок стал их принимать. Мы осознали, что рынок стал большим и тоже решили в него погрузиться. Но прежде чем рассказывать о том, что сделали мы, я скажу о тех недостатках у этих систем, которые на сегодня присутствуют у большинства производителей. В первую очередь это нарушение свода правил 475 СП. Пункт 5.5. При срабатывании АОПТ должна быть предусмотрена подача сигнала на управление отключением технологического оборудования в соответствии с техрекламентом. Почему этот пункт нарушается? Потому что у большинства существующих систем нет выпускного трубопровода. Газ выходит сразу из баллона и просто нет места, где можно установить датчик, сигнализатор, который бы подал сигнал в систему, что газ вышел. Как обходят на сегодня производители? Они говорят, мы вам выдадим этот сигнал с датчика давления, который установлен в модуле. Но это не аналогичные сигналы. Во-первых, сам датчик давления может выйти из строя и тогда вы ничего не получите. Во-вторых, при неисправности модуля, когда он стравил, датчик давления вам выдаст сигнал, вы запустите систему противопожарной автоматики, опустите лифты, вы видите людей из здания. Это все будет только потому, что упало давление в модуле, а вовсе не выход газа. Поэтому так делать нельзя. Это нарушение. Следующий документ, который нарушает большинство существующих на рынке систем, это федеральный закон, федеральные нормы и правила при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением. Пункт 5.7.8 говорит о том, что баллон с газом на месте применения до начала использования должен быть установлен в вертикальное положение. Надежно закреплен. Пункт 340 говорит, что установка манометра на сосуде должна обеспечивать отчетливую видимость его показаний обслуживающему персоналу. Почему это важно? Потому что у всех производителей контроль давления на манометре производится ежедневно. То есть человек подошел, посмотрел, и номинальный диаметр корпуса манометра на высоте от 2 до 3 метров включительно, от площадки до манометра, не менее 160 миллиметров. А установка манометров на высоте более 3 метров от уровня площадки не разрешается. То есть о чем это говорит? Если у вас высокие потолки и вы вдруг решили поставить себе подвесные модули, вам нужно возле каждого модуля строить площадку для контроля манометра, от уровня пола которой до манометра должно быть не более 3 метров. Это вот для проектировщиков. Если вы проектируете, то это обязательное требование. Пункт 602. Транспортирование и хранение баллонов должно производиться с навернутыми колпаками, если конструкции баллона не предусмотрена иная защита запорного органа. Иногда для, ну не иногда, а очень часто на сегодня на рынке мы видим продукцию, которая для удешевления не обладает никакими защитными устройствами. Это просто как бы баллончик и все. Еще один стандарт, который нарушают очень многие, тоже большинство изделий, существующих на рынке, это ГОСТ Р53-281, установки газового пожаротушения автоматические, модули батареи. Пункт 5.4 говорит о том, что в состав модуля должны входить устройства блокировки ЧК-колпачок, ну это норма дублированная из федеральных норм по работе с сосудами с избыточным давлением. Пункт 5.5 говорит о том, что мембранное предохранительное устройство модуля, оно есть на каждом модуле, должно быть установлено со стороны газовой фазы баллона модуля. Только со стороны газовой фазы, а газовая фаза, она вверху, жидкость тяжелее газа, она всегда внизу, газовая фаза вверху. Вот. Модуль должен содержать также устройство контроля давления, манометр или индикатор давления, установленный со стороны также газовой фазы баллона. Очень часто, когда мы этот вопрос задаем производителям, у которых это не так, у которых перевернуто и он вниз смотрит головой, они говорят, а у нас там трубочка. Но в идеальных условиях трубочка, выведенная в газовую фазу, наверное, работает. Но когда вы модуль этот заправили на производстве, как-то донесли до упаковки, упаковали, положили в транспортную компанию, это все едет, жидкость вот так вот делает. В любом случае жидкость попадает в трубочку, потом снова газ, потом снова жидкость, снова газ. В итоге ваша трубочка получается из многих-многих сред. И как будет работать и как будет передаваться давление через вот эту трубочку, наполненную то жидкостью, то газом, ну никому неизвестно. Поэтому это еще хуже, если у них трубочка. Это значит, что это абсолютно нерабочая система. Еще несколько слов о надежности. Вот здесь на экране можно увидеть слева схемку подключения одного стационарного модуля на 180 литров заполненного. И то же самое реализованы на подвесных модулях, у них в среднем в районе 20 килограмм, поэтому необходимо использовать 9 модулей. Естественно, чем меньше элементов в системе, тем она надежнее. Вот вы можете сравнить, да, и посмотреть, что вероятность отказа вот этих 9 модулей с таким огромным количеством электронных компонентов очень и очень высокая. Если в помещении не сработает, в большом помещении не сработает хотя бы один подвесной модуль, пожар потушен не будет, потому что огнетущая концентрация не создастся необходимая. Если газа не хватит для создания огнетущей концентрации, ну он просто выгорит в очаге и все, и пожар продолжится. Недавно встретил в тендерах проект для госархива в одном из областных центров. В помещении использовано 108 модулей подвесных. 108! Вы представляете, вот здесь 9, а там их 108, какая-то схема. Я думаю, что вероятность срабатывания той системы, она стремится к нулю, прям совсем возле нуля. Она никогда не сработает и никогда ничего не потушит, потому что из этих 108 хотя бы один не срабатывает, все, пожар не будет остановлен. Пусковой ток каждого модуля – полампера. 108 модулей вам нужно пустить одновременно, потому что время срабатывания 9 секунд, у вас не станция, ничего не добавляется. Значит, вам надо 54 ампера подать как-то в линию, надо как-то посчитать аккумулятором, это вы представляете, что нужно сгородить. И самое интересное, что я пересчитал, эта система из 108 подвесных модулей дороже стационарной системы в три раза. То есть кто-то нагрел государство на 300%. Итак, что же предлагаем мы? Пуштехника разработала линейку подвесных модулей Тучига, которые имеют вот такую маркировку КПМ 8162032. Первая цифра показывает на объем, вторая цифра показывает на рабочее давление, третья цифра – высота от основания до верхней точки установки. И четвертая цифра – это тип огнетушившего вещества, который заправляется. То есть, в принципе, увидев название, специалист может сказать очень много об этой установке. И то же самое и закупец тоже может сразу понять, что здесь заложено и запроектировано. Под циферкой, под обозначением X4 мы понимаем, что если 0.1 – это будет Синека, 0.2 – Новок 12.30. Но на сегодня производство модулей с Новоком приостановлено, его мало, он нужен для пересвидетельствования. Поэтому мы практически новые системы с Новоком не делаем. 0.3 – это Хладон 227-й и 0.4 – Хладон 125-й. Соответственно, в зависимости от огнетушившего вещества различные радиусы распыла у этих систем. То есть, вы видите, что с Новоком из Синека практически 11 метров радиус распыла, и их нужно значительно меньше, то есть большую площадь можно защитить. Хотя, конечно же, в первую очередь системы считаются по объему. Если это Хладон 125-й, то там радиус распыла всего 4 метра. Там все сложнее. Для того, чтобы упростить жизнь проектировщиков, мы сделали вот такую табличку, которая показывает, какой объем может защитить тот или иной модуль с различным магнетующим веществом. Поэтому проектировщику нужно только посмотреть на рабочую температуру, выбрать нужный столбец, и дальше по столбцу понять объем своего помещения и какой модуль ему подходит. В общем-то, проектировать ничего не нужно, газ считать не нужно. Вы просто сравнили объемы и выбрали правильную линейку для себя. Состав. Сама установка достаточно простая. Вы видите опору настенную. Она крепится. Она достаточно легкая. Крепится она к стене. Монтажники ее закрепляют. После этого вдвоем ставят на эту раму модуль, уже собранный с трубопроводом, с соленоидом. Все это делается внизу, удобно, компактно. Дальше просто они собранную модуль поставили и хомутами прижали к этой раме. То есть монтаж простой, не требующий каких-то специальных приспособлений. Слева можно увидеть модуль в упаковке. Там же рама, там все необходимые комплектующие. Ну и уже собранный модуль на стене. Еще раз проговорю о том, что у этой системы простой монтаж. Она лишена тех недостатков, о которых мы говорили в самом начале. То есть она соответствует всем нормам. Она ничего не нарушает. Производитель мы, вы можете доверять нашему качеству. Не требуется проектирование технологической части. То есть по большому счету вы просто разместили модуль на стене. И на этом проектирование технологии закончилось. Обращаю внимание, что автоматику вам все равно нужно проектировать. То есть нельзя сказать, что вам совсем ничего не надо делать. Автоматика остается. Еще раз обратите внимание. Мы сравнивали существующие системы. У них срок службы 5 лет, 10 лет. Самые длинные 15 лет. Это связано с толщиной металла. Мы не делали металл тоньше. Это наш стандартный модуль со стандартным сроком службы. 30 лет. У нас были случаи, когда нам говорят. А вот у нас есть предложение на 10% дешевле. Мы его и возьмем. Ребята, но у вас срок службы в 2 раза меньше. Реально-то вы теряете. Вы сильно сэкономите, если возьмете нашу систему, которая на 10% дороже стоит. Но она у вас отработает 30 лет, а не 15. По модулям у меня все. Я могу, наверное, по модулям ответить на несколько вопросов и потом перейду ко второй части, если у кого-то есть. Сергей, подскажите, пожалуйста, стопроцентный запас нужен ли при защите модульной установкой? И вот на фотографии там был модуль показан. А как показания манометра брать? Здесь точно такая же проблема. Понятно. Со стопроцентным запасом. Да, а стопроцентный запас нужен. То есть где его хранить, получается, на складе? Да, его на складе. Вот если у вас вдруг там 108 модулей в основном объеме, то вам нужно будет 108 положить на склад. Да, понятно. Спасибо большое. Коллеги, я разъясню. Это нормальный, полноценный, обычный модуль, который вы по какой-то эстетической или философской причине решили повесить на стену. Мы не проповедуем эту идеологию. Просто уж коли вам по какой-то причине необходимо, у вас есть отсутствие физической возможности поставить модуль на пол, вы его вешаете на стену. Но вы должны понимать все нагрузочные характеристики ваших стен, прочностные. И что касательно норм, все, что относится к модулям газового пожаротушения, в полной мере относится и к этому изделию. Это никакое не исключение, это обычный модуль газового пожаротушения. В том-то его как раз и преимущество, что он как раз соответствует всем тем требованиям, о которых рассказывал Геннадий. А вот, скажем так, все модули, которые вешаются сейчас на рынке, Геннадий поэтому очень подробно прошелся и показал, чему не соответствует и чего не хватает. Поэтому просто модуль – это правильно. А вот то, чего не хватает, мы как раз с вами это обсудили. Если вы по какой-то причине, вот прям реально принципиально должны что-то повесить на стену, вот тогда повесьте вот так. Есть другая причина, по которой такую популярность приняли эти модули. Ну, вот, наверное, это тоже со мной многие согласятся. Квалификация проектировщиков, она все время с годами падает. Потому что у нас институтов, которых не учат, их очень много, практически негде получить полное образование. У МГСУ была кафедра, но, по-моему, мне даже ее закрыли. Или нет, есть еще кафедра? Или есть уже? То есть, в общем-то, именно поэтому за последних 15 лет или 10 лет такое широкое применение. Якобы проектировать просто точечку нарисовал, линию нарисовал. Второй якобы, что не требует монтажа. Но давайте вспомним ту картинку, по которой показал Геннадий. Когда у вас один модуль подвесной, ну да, там прикрепили и не требует монтажа с точки зрения трубной разводки или технологии. Но вся электрика и все провода остались. Но когда у вас 180 модулей, это в разы больше работы по электротехнической части. Ну и мы подумали и решили, что если сейчас такой запрос рынка, что не хотим думать, как считать гидравлический расчет, не хотим проектировать. Ну вообще вот такой есть объем рынка, проектировщик, который вообще ничего не хочет изучать. Для них есть возможность открыть таблицу и использовать наше оборудование в виде подобранного комплекта, который и называется тучига. Который полностью соответствует всем требованиям, необходимым, как модуль газового пожаротушения. А с точки зрения пожарной части, там все так же, как и обычно. Теперь еще одна проблемка, которую хотелось бы осветить. Освидетельствование модулей. Рисовать или делать. Давайте начнем опять же с документов. Что нам говорит федеральный закон правила промышленной безопасности по использованию оборудования, работающего под избыточным давлением. Он говорит о том, что пункт 394 оборудование под давлением, то есть все оборудование, которое под давлением, в процессе эксплуатации должно подвергаться техническому освидетельствованию периодически в процессе эксплуатации. И объем работ, порядок и периодичность проведения этого свидетельствования определяется руководством по эксплуатации, которое выпускает производитель. Вот только производитель и может сказать, в каком объеме это делается. Тут не говорится, что там только баллон надо взять. Тут все оборудование, которое работает под давлением. Идем к руководству по эксплуатации. Последняя версия, которую мы выпускаем. Пункт 361. Техническое освидетельствование в модуле должно осуществляться в соответствии с методикой освидетельствования. Естественно, там в ней прописаны все этапы работ, все требования, которые предъявляются к этому. Кем? Предприятиям-изготовителям или организациями, уполномоченными предприятиям-изготовителям. Эта норма тоже взята из федерального закона по работе с сосудами с высоким давлением. То есть только предприятие-изготовитель или организации, которые уполномочил предприятие-изготовитель, могут эту работу делать. Есть еще отклонения. Если, например, предприятия больше не существует. А сейчас мы наблюдаем, когда много компаний иностранных ушло с российского рынка, это оборудование осталось. И, конечно же, они не должны быть выброшены. Поэтому есть там еще норма, что также эту работу могут делать специализированные организации, имеющие лицензию Госгортехнадзора на проведение экспертизы. Обращайте на это внимание. Не проведение переосвидетельствования, а проведение экспертизы промобезопасности тех устройств и сосудов на нужное причем давление. Таких организаций у нас единицы. И они настолько загружены, что им нет интереса до ваших модулей. Сколько мы работаем, я никогда не встречал вот эти экспертные компании в тендерах на переосвидетельствования. Это совсем другие. Это не те компании, которые имеют лицензию на переосвидетельствование. Поэтому в своей тендерной документации вам нужно писать о том, что, ссылаясь на федеральный закон, о том, что у участников должно быть письмо от компании-производителя, позволяющей ей выполнять эти работы. Ну и вот здесь приведена сама методика освидетельствования. В ней тоже говорится о том, что освидетельствование модулей проводится предприятием-изготовителем модуля или организациями, уполномоченными предприятиями-изготовителями. При этом организация, проводящая освидетельствование модулей, должна иметь методику, полученную в установленном порядке, законным способом. Это также взято из федерального закона. Это обязательные требования. Почему? Потому что, ну, для того, чтобы выполнять работы, нужно знать, что контролировать и чем контролировать. Это знает только производитель. Ну и теперь откроем немного завесу самого процесса. Для того, чтобы для вас это не было чем-то мистическим, таким, у-у-у, переосвидетельствование, что-то необыкновенное. Я специально попросил на нашем производстве сделать видео с того, как это происходит. Конечно, модули поступают к нам на предприятие. Теперь мы осматриваем их, записываем всю необходимую информацию, указанную на этикетках, на самих баллонах, на ЗПУ, на всех элементах ЗПУ. Все это промаркировано и вся информация должна быть записана. Вот сейчас вы видите, скрыли первый модуль. Идет шипение. Это выходит азот в смеси с огнетушающим веществом. Это те самые потери, о которых мы с вами говорили. Ну, там можно было увидеть небольшое такое белесое газ, перемешанный с огнетушающим веществом. Нам иногда говорят, конкуренты с рынка, о том, что они умеют вот в этом шипе отделить азот от огнетушающего вещества, и у них потерь нет. Что-то мне как-то, как это сделать, не могу. Да, ну вот даже вот здесь, вот я не понимаю, как вот в выходящем газе отделить азот от огнетушающего вещества. Да, это вот волшебство. Да, да, с помощью волшебства. Ну, и в общем-то все. Когда модули вскрыли, они должны избавиться от избыточного давления. Дальше голову совсем откручивают, огнетушающие вещества переливают, и дальше оно поступает на очистку. А баллоны, пустые баллоны, они поступают на пескоструйную установку. Почему? Потому что мы красим порошковой краской, она металлизированная. Через нее нет возможности определить толщину металла, раковину, то есть проверить качество металла, проверить качество швов. Для того, чтобы это сделать, необходимо очистить модуль от краски. При этом он обрабатывается не только снаружи, но и внутри, для того, чтобы убрать всю коррозию, потому что там химия внутри была 10 лет, могли быть какие-то недостатки при заправке. Поэтому много что могло произойти с металлом. Это обязательная процедура, необходимо ее провести как внутри, так и снаружи. В итоге баллончики получаются вот такие чистенькие, без краски. Дальше они поступают в зону контроля, где специалист проверяет, сверяясь с методикой пересвидетельствования, каждый шов, толщины, раковины, допуски, посадки, все это технологическое. Не имея тех документаций, это невозможно сделать. Вот тот момент, на котором, в принципе, вы можете приехать и к нам на производство, и к любому исполнителю работ, если он заявляет, что он это делает, и тоже посмотреть. То есть после того, как он проверил, у него все ваши модули должны стоять чистенькие, очищенные от краски, в ЗПУ должны стоять, в ЗПУ меняются реле давление, мембрана, манометр и уплотнительное колечко. Вот эти все элементы уже должны быть поменены, или они должны быть рядом, вы должны видеть, что у вас есть старые элементы и новые элементы. А то к нам заказчики приходят и говорят, а вот нам все уже поменяли, но почему-то нет номеров на всех этих старых элементах. В итоге, при очень близком рассмотрении, оказалось, что компания просто тщательно зачистила существующие номера и сказала, что она это поменяла. Но там, присмотревшись, можно было увидеть, что все-таки номера старые остались. Вот именно в этот момент можно делать одну выборочную проверку, посмотреть снятое ЗПУ, посмотреть новые элементы, которые на нее будут установлены, и баллоны, очищенные от краски и уже подготовленные для дальнейшей работы. Дальше вы можете попросить поучаствовать в испытаниях в бронекамере, потому что, как правило, один баллон из партии мы испытываем в бронекамере избыточным давлением 1,5 к нормативу. То есть, если это, например, холодильная система на 65 атмосфер, то практически 100 атмосфер подаем на него, чтобы проверить текучесть металла, чтобы видеть, что он не порвется. Вот я вам говорю то, что нужно контролировать. И дальше. Может быть, кто-то знает, зачем нужно это устройство? Укачивать модули. Зачем? Да, все правильно. Если у вас модули с торкетоном, то обязательно нужно их после заправки покачать, для того, чтобы азот растворился, и давление в будущем не падало в системе. Это тоже должно быть у той компании, которая собирается выполнять работу. Еще одна ремарка. Мы меняем при пересвидетельствии модули манометр, реле-давление, мембрану, уплотнительные изделия. Но на всякий случай, напоминаю, в паспортах, например, на соленоид тоже указан срок службы 10 лет. И в рукаве высокого давления 10 лет, в обратном клапане 15. Настоятельно рекомендуем это делать. Почему? Вот буквально случай месяц назад произошел. У компании модули прошли переосвидетельствование, их собирали, а соленоиды они не меняли. Стали накручивать соленоид, произошел пуск. Компания говорит, вы виноваты, что соленоид накручивали. А та компания, которая накручивала, говорит, а у вас соленоид старый, у него срок службы кончился. И суд признал их правами. Конечно. Ну, срок службы вышел, мало ли что может быть. Поэтому, если у вас, как бы вы хотите быть уверенными, что ваша система работоспособна полностью, ну, у вас все элементы системы, должны быть непросроченными, так это скажем. У меня все, я готов ответить на ваши вопросы. Подскажите, пожалуйста, получается, что все-таки сосуд у нас работает под избыточным давлением, правильно? И его вполне можно назвать опасным производственным... Нет. Почему? Почему? Нет. Наличие модуля газового пожаротушения. Есть разъяснение Ростехнадзора. А где можно взять это разъяснение? Напишите мне в личку, я вам отправлю. Спасибо большое. Установка модуля газового пожаротушения на объект не делает его особо опасным производственным объектом. Просто зафиксируйте это для себя. Есть разъяснение центрального аппарата Ростехнадзора за высокими подписями, наконец-то, высоких руководителей. Мы готовы предоставить это разъяснение. Вы согласны, что если бы не было этого разъяснения, была бы проблема? Речь, конечно, вопрос в том, какой конкретно у вас объект, но наличие наших модулей ваш объект опасным производственным не делает. Все, спасибо большое. Пожалуйста. Я хотел уточнить. Модули, ну, Тучига, вот насадок, он бьет на сколько градусов? 180 или уже? 180. 180, понял. И еще, знаете, я вот буквально недавно ездил на один объект, то есть разговаривал с человеком, вот у них старая установка, которую нужно было отдать на поверку, но, как вы заметили, производителя нет. Собственно говоря, вот стали с ним размышлять, тоже экспертиза. Вот, если провести экспертизу, вы беретесь за перезаправку, или же, допустим, ну, вам это неинтересно, потому что там даже стоял вопрос, даже чтобы списать, сначала экспертиза, а невозможность перезаправки или этого, чтобы потом бухгалтерия списала, вот как в этом случае с вами. Модули, ну, вот, производителя уже нет, скажем так, ну, после санкций и прочего, это иностранное было. Итальянское какое-то оборудование, я еще название не помню. Ну, экспертизы, смотрите, у нас лицензии на экспертизу оборудования, работающего под давлением, нету. То есть мы экспертизу чужого оборудования именно с этой точки зрения не можем делать, но мы можем делать экспертизу по противопожарному оборудованию. Вот на это у нас есть лицензия. Такую экспертизу мы можем делать. Мы можем оценить его работоспособность как противопожарное оборудование. Вот с этой точки зрения можем. Ну, то есть я к тому примеру, если там новый газ, и вот если там у вас или, ну, сторонняя там экспертиза по модулю подтвердит его рабочее состояние, теоретически вот… Перезаправить тоже можем, да. Понял. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, меня коллеги с работы интересуются, как вы обеспечиваете единовременное срабатывание модулей, если большое помещение в рамках одного помещения? Мы рекомендуем ставить не более двух модулей, если это подвесные, на помещение. Если больше двух, то экономически это нецелесообразно. А система получается дороже напольной. Поэтому… А два модуля – это как бы достаточно просто. Ну и опять же по надежности. То есть чем больше модулей, тем меньше надежность, тем меньше вероятность того, что пожар будет потушен. Ну, то есть вы предлагаете, да, какие-то конкретные схемы с расчетами? Да, конечно. Мы предлагаем стационарную установку, там, развести трубную разводку. Это будет и дешевле, и надежнее. Спасибо. Вопрос. Можно из практической области? Долго работал в эксплуатации, и практически 40% даже больше серверных и кроссов, которые я обслуживал, да, где был газ, там был потолок Амстронг, да, и иногда металлические плитки. Вот со здравой логики я понимаю, что это не очень хорошая история при газовом пожаротушении. Можете сказать, да или нет, если такой потолок есть, как он может повлиять на сам процесс тушения? Я объясню, почему спрашиваю. Я не смог так адекватно, как бы, доказывать иногда собственнику, что его нужно переделывать. Может быть, подскажете, как бы, способ, да, и чем это чревато? Наличие такого потолка при газовом тушении. Я правильно понимаю, что вы говорите о том, что насадок стоит на потолке, который Амстронг, правильно? Давайте перейдем к пониманию. У вас при выходе газа, где или Новок, или Синека, на насадке давление не более 5 бар. Если вы работаете с энергеном, тогда да. Тогда у вас на насадке, если мне правильно память не изменяет, 16 или 17, я уж точно не помню, очень много лет прошло, как мы занимались энергеном. Вот там однозначно нужна розетка под насадок, и когда происходит срабатывание, если вы неправильно посчитали розетки, не поставили их, не стоит нормальный, рассчитанный, правильно понижающий давление клапан на коллекторе, то у вас не только будет летать Амстронг, но у вас еще и стены могут развалиться. С точки зрения давления, которое происходит при выходе Синека или Новока, проблемы, что у вас будет отрываться потолок с Амстронгом, или будут какие-то проблемы с конструкцией, этого не будет. Максимум, что может, это летает бумага, летают какие-то брошенные, лежащие на столах вещи, или незакрепленные какие-то на конструкциях фонда хранилищ, если что-то брошено. Если это конструкция потолка, ей ничего не будет. Подскажите, пожалуйста, вот вы показали такой сложный технологический процесс переосвидетельствования баллонов газовых, не проще ли купить новый тогда и остаток сдать по остаточной стоимости, не знаю, на металлолом или куда-то еще, не знаю. Экономически получается невыгодно так сделать. Выгодно провести переосвидетельствование, оставить систему. Спасибо. Можно еще вопрос? Есть задача на практике. Небольшие помещения, кроссовые, щитовые, с выгородкой фальшпола. Или из металлоконструкции, или плитка фальшпола офисного помещения. Это 600 на 600. Если под ним нет большого количества под фальшпола, вот рекомендация к этому. Просто периодически со строительными это начинаешь обсуждать, и было одно решение, а по факту сталкиваться с другим. То есть АЭР и инженерия, они живут сами по себе отдельно. То есть если он обладает нужной огнестойкостью, и вам нужно затушить помещение целиком, то вы, соответственно, можете не считать газовое огнетушащее вещество на защиту фальшпольного пространства. Он обладает у вас огнестойкостью? Нет, наоборот, вопрос был в другом. Когда стоит задача, чтобы газовое вещество, в том числе, зашло в фальшпол, и вот тут возникает речь о перфорации. То есть либо искусственная, либо часть плиток менять. Есть ли какие-то рекомендации именно по площади, допустим, есть 100% площадь помещения? Нет, таких рекомендаций нет. Мы с вами можем только порассуждать, что гипотетически газ пройдет, условно говоря, в любую дырочку, но в нормах нам об этом ничего, наши документы нормативные не говорят. Поэтому если СП-486 нам говорит о том, что фальшпол нужно тушить, его нужно тушить в любом случае, в зависимости от пожарной нагрузки или количества горючей массы кабеля, а не в зависимости от того, есть ли там отверстие. И мое такое мнение, что отсутствие необходимости тушения, если там будут какие-то перфорации или что-то еще перед экспертизой, я думаю, что вы не докажете просто это. Если есть необходимость тушения именно по норме. То есть это как обычно решается по месту со строителями и с правейшей стороны? По месту я бы так не сказала, но нормы мы должны соблюдать в любом случае. Просто мы смотрим еще на реалии практики, поэтому интересно стало. Спасибо. Этот вопрос мы, кстати, не так давно разбирали. Я предлагаю в частном порядке пообщаться, поделимся опытом. Уважаемые коллеги, мы отпускаем Геннадия. У нас впереди еще одна очень интересная жгучая тема. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok